Всем привет! Наконец-то мы с вами на нашем канале с новым видео, в котором мы расскажем и покажем работу майнеров M20S и M30S в нашей иммерсионной системе охлаждения. Дополнительную информацию, на которую вы сможете найти у нас на сайте, ссылка будет в описании, обязательно кликните на нее и ознакомьтесь. Как вы поняли из названия ролика, речь пойдет о разгоне устройств, их особенностях работы, ну и конечно же их анализу по экономическим показателям. Не будем заставлять вас долго ждать, а сразу переходим в нашу лабораторию, где мы уже погрузили героев нашего ролика в жидкость, предварительно сняв все вентиляторы, как с самих асиков, так и с блоков питания. Здесь у нас погружен M30S, а вот здесь M20S. Как вы могли заметить, асик M20S мы перевернули контрольной платой вниз, M30S оставили в привычном для всех нас положении. Для чего мы так сделали, я расскажу вам чуть позже. Также было видно, что на каждый асик мы установили по дополнительному блоку питания. Они нам пригодятся непосредственно для разгона устройств. Итак, наши майнеры включены в сеть, сразу скажу, что разгоняем их на полную, при этом ожидаем, пока устройства выйдут в рабочий режим. Пока асики оптимизируют свою работу, мы поговорим с вами о особенностях охлаждения данных майнеров. Начнем мы с асика M20S. Почему же мы перевернули данное устройство контрольной платой вниз? Дело в том, что на входе охлаждающей среды на каждой хэш-плате установлен датчик, который измеряет температуру воздуха. Если этот датчик будет находиться в жидкости вверху, то он будет измерять температуру не холодной, а уже горячей жидкости, которая прошла через все чипы и забрала у них тепло. Все это приведет к завышенным температурам чипов. В свою очередь стоит отметить, что температуры самих чипов являются расчетными, и в своем расчетном алгоритме учитывают параметры охлаждающей среды, то есть самого воздуха. Если же мы охлаждаем асик в жидкости, то температуры чипов, отображаемые, будут некорректны, а в реальности они будут ниже. Что касается асика М30С, то температуры чипов у этого устройства будут реальными для любой охлаждающей среды, будь то воздух, либо жидкость. Дело в том, что на каждом чипе асика установлен свой датчик температуры, который регистрирует реальную величину. Итак, мы разобрали некоторые нюансы по охлаждению, и сейчас перейдем к асикам. Устройства уже вышли в рабочий режим, и сейчас мы смотрим на результаты. Заходим в веб-интерфейс асиков, начнем мы с М20С, обновляемся. Смотрим. Асик работает в режиме жидкостного охлаждения. Настройка оптимизации режима работы, как видим, завершена. Здесь у нас единички. Смотрим на хэшрейт. У нас получается 91,98 терахэши, то есть, грубо говоря, 92 терахэша. На потребление, которое отображает у нас прошивка, мы не смотрим. Смотрим на потребление из розетки. Переходим на вкладку М30С. Обновляемся. Тоже видим режим жидкостного охлаждения. Настройка оптимизации режима работы тоже завершена. Хэшрейт у нас 122,47 терахэша. То есть, почти 122,5 терахэша. Это потребление, как я говорил ранее, тоже не смотрим. Будем смотреть все из розетки. Теперь смотрим потребление из розетки. Итак, М20С по оригинальному блоку питания. 3687 ватт, по дополнительному 1537. Что касается М30С, у нас 3671 ватт по оригинальному блоку и 2044 ватта по дополнительному. Переходим на наш сайт bigsbit.io и нажимаем вкладку калькулятор. По умолчанию сразу стоит алгоритм с H256. И далее мы начинаем вводить полученные ранее нами данные. Начнем мы с ASIC M20S. Хэшрейт у нас получился 92 терахэша. При общем потреблении из розетки 5224 ватта. Стоимость электроэнергии также не забываем вводить. Для всех она разная. Мы берем 4 цента за киловатт-час. Далее смотрим на доходность. Смотрим именно этот столбец, так как ASIC мы уже погрузили в жидкость. За основу берем монету биткоин. Есть конечно же на данный момент, сейчас видим монеты с более высокой доходностью. Но опять же мы смотрим доходность по биткоину. На сегодняшний день она составляет 1,96 доллара. Это по ASIC M20S в разогнанном режиме. То же самое сейчас мы вводим для M30S. Хэшрейт у нас получился 122,5 терахэша. При общем потреблении из розетки в 5715 ватт. Стоимость электроэнергии оставляем прежнюю. Находим монету биткоин. У нас получается, что M30S в разогнанном режиме на сегодняшний момент приносит нам 3,8 доллара в день. Мы провели расчеты и результаты вы можете видеть в представленной таблице. Напомню, все данные актуальны на момент съемки ролика. Что касается самих прошивок. По ASIC от Watsminer M20S и M30S. Прошивки стабильно работают, держат разгон, производят оптимальные настройки ASICов. И мы работаем над тем, чтобы предоставить эти прошивки в открытый доступ для всех желающих майнеров. На данный момент мы предоставляем прошивки при реализации наших крупных проектов на базе наших иммерсионных систем охлаждения. То есть, если вы хотите погрузить и разогнать устройство, то мы готовы разработать и реализовать ваш проект на базе наших установок с предоставлением прошивки. Если вы готовы к сотрудничеству, наши контакты внизу в описании. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, вам понравилось наше видео. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые ролики. Конечно же, хотелось бы почаще делиться с вами новыми видео, новыми новостями, разработками. Действительно, есть много чего интересного. Но, к сожалению, из-за большой загруженности просто не хватает времени все это осветить. Так что надеемся на ваше понимание. До новой встречи на нашем канале. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...